Привет, друзья! Ну как вам новый стрелок? Судя по отзывам, Лесли зашла не всем, но мне вполне понравилось. Давайте я опишу мое видение героя. Тем, кому интересно, смотрите дальше. Тем, кому не интересно, зачем нажали ссылку. Шучу, смотрите все. Зря некоторые не смотрят геймплеи. Я часто показываю те нюансы, которые долго и нудно описывать словами. Главное внимательно смотреть. Итак, Лесли выделяется своим первым выстрелом и механики боя, завязанные на максимальном расстоянии боя. Будем давить на это, поскольку в перестрелке, так сказать, в лицо, Лесли проигрывает при ранном фарме, поскольку хп критически мало. Маны у Лесли нет. Есть энергия, как у Фани. Наше отличие в том, что мы не зависим от блоубафа, в отличие от Фани. Пока эмблемы не изменили, берем эмблемы убийцы. Потому что там есть урон, пробитие и крит. Когда введут следующие эмблемы, там есть навык у стрелков замедления. Вот он-то нам и пригодится. Дополнительный навык. Конечно же, возмездие. Но можно и вспышку, для нас это не критично. Навыки. Пассивка. Смертельный выстрел. Восстанавливают за выстрел 5 единиц энергии, которую тратим на навыки. Если Лесли не получает урон в течение 5 секунд, следующая автоатака будет иметь больший радиус, повышенный шанс крита и нанесет больше урона. Кроме того, применение любого навыка перезаряжает пассив. Первый навык. Мастер маскировки. Лесли уходит в условную невидимость на 3 секунды, получая от ускорения бега на 30% и усиление следующего выстрела, который стакается с критом пассив. Если Лесли нанесет или получит урон, она выйдет из режима невидимости. Это наш основной и постоянно применяемый навык. Я говорю условная невидимость, потому что ее фактически видно и можно попасть направляемым навыком. Но те навыки, которые захватывают цель, в том числе автоатака, не поражают Лесли. Маленький секрет. Если Лесли не наносит урон в этом навыке, она не выходит из невидимости. Таким образом, выстрелив и не попав по Наталье в дыму, Лесли не выходит из своего инвиза, а значит Наталья не может нанести удар с руки и повесить немоту. Так начинается игра в реакцию. Та же схема с Кариной, у которой только второй навык наносит урон по области. Механика инвиза, как с заходом в кусты. Если вы нажали невидимость, а вас догнал снаряд, выпущенный ранее, вас выкидывает из невидимости. Второй навык. Тактическая граната. Лесли кидает практически в упор гранату, отбрасывая противника и отскакивая недалеко сама. Можно пересекать тонкие препятствия. Кроме того, если во время действия ульты к вам подбежит противник и вы нажмете тактическую гранату, Лесли кроме отскока выпустит все нерастраченные пули в обойме. Удобный скил, чтобы отвязаться от автоатакеров, таких как Аргус или та же Наталья. Отскочили и тут же в инвиз. Ульта. Снайперский выстрел. Лесли встает на колено и производит 4 выстрела, сила которых зависит от недостающего ХП противника. Выстрелы довольно слабые, но радиус возможного поражения на третьем уровне навыка приятно удивляет. Есть нюанс. Снаряд может заблокировать другой противник, а тот же Заск спрятаться за порождением. Каждая пуля также восстанавливает нам энергию. Навык идеально подходит для добивания или обнаружения противника, поскольку Лесли вообще не важно, в кустах противник, заданностью обзора или Наталья в инвизе. Чую цель, Лесли начинает стрелять, а противник, в которого попадают снаряды, отображается на карте. Тактика боя. Нам очень сильно помогает любой фронтмен, который будет принимать урон на себя. Когда противник гонится за вами и прожимает навыки, а вы уходите в невидимость, противник автоматически переключается на ваш танк. Сначала, конечно, берем второй айтем на лес, но в лес идем уже по завершению закупа второго айтема, поскольку зачастую в бою есть союзники, которым очень нужен блубав на ранней стадии. А для Лесли он в начале боя практически роли не играет. Блу отдаем и фармим мелких лесных крипов для стака пассивки айтема. Самый быстрый способ – первый навык, месть, первый навык. Не бегаем соло, если противников не видно на карте, не приближаемся к кустам. Все наши атаки завязаны на расстоянии. В более поздней игре, когда у первого навыка будет кд 2-3 секунды, нам понадобится баф, который уже сможем забирать на вражеской территории. Вся соль в том, что первый выстрел после первого навыка при полной сборке наносит порядка 2000 урона критон, а сверху еще чистый урон от бесконечной битвы, которая рассчитывается из нашей атаки. Баф понадобится для частого применения первого навыка. И самое время тем, кто не научился закреплять цель, сделать это на Лесли, поскольку очень важно, чтобы наши выстрелы настигали сквишей, а не танков. В настройках называется режим суперконтроля. Кроме того, урон от крита и от навыка рассчитывается и на башни. Это, я думаю, пофиксят, поскольку если крипы заходят под башню, мы выстрелом после первого навыка сносим 950 хп разом. Не видим противника, чекаем кусты ультой, с условием, что перед вами бежит союзный танк, поскольку некоторые мозговитые товарищи просто тут же реагируют и кидают вам в ответ палазерные каски из прицела. Или подскакивает ловкий лукард, а вот от него избавиться проблема. Как воевать против вражеской Лесли, если вы Лесли? Победит один на один тот, кто активировал способность инвиза позже противника, но раньше его выстрела. Два раза попадете на опережение и у противника практически не будет шансов. Теперь к самому любимому – сборки. Берем любимый меч на лес, сразу же собираем после него алый фантом, хоть и шанс крита у фантома 10%, но его пассивка активируется от нашей пассивки, то есть активация в 100% в случаях сразу, а скорострельность отлично восстанавливает нам энергию. Оптимальные тапки для нас в спешке, еще чуть больше скорострельности, но можете взять скороходы или волшебные для ускорения фарма. Далее берем Ярость Берсерка, которая делает наши криты столь шикарными и увеличивает шанс срабатывания крита в первом же выстреле. Бесконечная битва, дает нам достаточно отхила, поскольку мы не должны перестреливаться лицом к лицу противника, помните, что вы снайпер. Злобный рык, беда танков и башен, клинок отчаяния для урона. Вариативные два предмета – это щит Афины и золотистый метеор, который у нас все еще кистене бозона. В чем особенность этих предметов? Если на вас наложен щит, вы ушли в инвиз, а прилетевший урон не пробил щит, вы остаетесь в инвизе. Так проще выходить из схваток или терроризировать Наталью Скориной. На этом все. Я очень надеюсь, что число Лесли, который выходит из боя с уроном по героям в 15% и менее процентов уменьшится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите гайды. Всем удачных боев! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!